Привет, друзья! С вами канал Maros Live и сегодня расскажу вам о новостях, которые сейчас происходят в Чехии. Первая основная новость, которую, я думаю, вы все уже знаете, это Чехия, точнее правительство Чехии продлило чрезвычайное положение еще на две недели, до 28 февраля. Теперь будет уже новая дата окончания чрезвычайного положения. Конечно, думаю, еще и в дальнейшем, наверное, будут продлевать. Как все продлили? Втихушку, можно так сказать, потому что в пятницу не приняли изначально продление чрезвычайного положения в правительстве. А в субботу в итоге попытались договориться с губернаторами, но ничего не получилось. В итоге в воскресенье провели еще одно собрание, в котором уже договорились о том, что якобы губернаторы просят о введении чрезвычайного положения, просят правительство, чтобы оно ввело, чтобы оно все это реализовало. Остаются те же механизмы, те же ограничения, то есть ничего не меняется. Но губернаторы, правда, выдвинули свои условия, условия по поводу открытия школ. С 1 марта хотят, чтобы открылись школы, хотят постепенно, чтобы правительство предоставило им план открытия магазинов и всего прочего, чтобы потихоньку люди возвращались уже к этой жизни. Ну, как оно на самом деле все будет, никто не знает. Так что такая вот новость. Короче, играют в свою игру, что-то там мутят, крутят. Посмотрим, чем это все закончится, конечно. Также хотят еще эти губернаторы, чтобы начали тестировать уже работников. То есть фирмы начали этим всем заниматься. Это новость, которую я вам озвучил в предыдущем видео, то есть ее хотят уже очень быстро реализовать, чтобы понимать, сколько людей есть зараженных, сколько не зараженных в среде работы, то есть в среде предприятий. То есть такая вот основная новость. И второй новости, это тоже такая немаловажная новость. Германия с сегодняшнего числа закрыла сообщения с Чехией полностью, абсолютно все, даже транзит. То есть не пускают немцы чехов, не пускают в свою страну. То есть в связи с тем, что Чехия является одним из таких разносчиков этой заразы. Так что такие вот веселые вести. Ну и еще одна новость, которую я хотела вам всем анонсировать, это то, что 21 февраля состоится у нас прямой эфир, стрим на нашем канале. В 12 часов по чешскому времени, в 11 часов по украинскому времени. Так что всех вас приглашаем на этот стрим. Есть у нас два повода. Какие поводы? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Здесь очень будет интересно посмотреть, знаете вы нашу биографию или не знаете нашего канала. Вот. Поэтому ждем вас всех на стриме, поговорим, живое общение, будет интересно. Готовьте вопросы. Увидимся уже в прямом эфире 21 февраля в 12 часов дня по Чехии. Всем спасибо за просмотры. Спасибо, что с нами. Увидимся в следующих выпусках. Удачи всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok